Продолжение следует... Ха-ха-ха-ха, и что ты ей сказала? Я сказала, что в таком наряде только ворон пугать. Что, серьёзно, так ей сказала? И что она тебе ответила? Клодин, можешь мне уделить минуточку? Подожди минутку, Клео. Помоги мне выбрать, какое платье надеть на презентацию моей книги, это или это. Надень это. Ну, Клео, а что же было дальше? Понятно, на меня как всегда нет времени. Хаулин, посмотри! Что? Помоги мне выбрать, какое платье надеть. А сама почему выбрать не можешь? Мне кажется, что они оба очень красивые. Вот эти красивые! Ну да, разве нет? А мне они вообще не нравятся. Почему? Платья такого фасона уже не модные, поэтому какая разница, какое лучше? Ну, спасибо. Помогла. Давай, справа заходи, бей его! Ты на кого попёр? Клод, ты не занят? Не, заходи, Клавдия. Как ты думаешь, какое платье мне надеть, это или это? А куда ты хочешь пойти? Да на презентацию моей новой книги. Ну-ка, посмотрим. Надень это, жёлтое. Оно тебе под цвет глаз и волос подходит. Вот спасибо, ты мне очень помог. Ну ты это, обращайся, если что. Эй, кто тут залез уже ко мне в бункер? Так, последний штрих. О, я опаздываю. Да, Клод был прав насчет этого платья. Я хочу вас разместить на обложке своего журнала. Фу, куриная лапша. Клавдия, мы же тебя просили приготовить на ужин курицу, а не макароны со вкусом курицы. А по мне так одно и то же. Один вкус, один запах. А почему у Клода курица? Потому что ему не всё равно. Благодаря Клоду у меня сегодня сделали много комплиментов, и я попала на обложку журнала. Клавдия, если тебе понадобится ещё что-нибудь выбрать, обращайся. Спасибо, Клод. Нашёлся тут модельер-дизайнер платьев. Ага, Клод Армани. Да, Армани, жуй свою куриную лапшу. Клодин, а мы куда идём? В клуб. Что, в девять часов утра? Да там сначала будет показ мод, а затем концерт Кэти Нуар. А ещё там будет бесплатная еда и мороженое. А, тогда ладно. А когда мы вернёмся? Завтра утром. Что, целую ночь будет концерт? Да. Круто, тогда пойдёмте скорее. Буду за вами скучать. Пока. Наконец-то они ушли. Надоело за всеми ухаживать. Целый день смогу посвятить тебе. Пойду приму в ванную. Расслаблюсь. Ну ладно, я пошла в клуб. Смотри, чтоб я из-за тебя не краснела. Из-за этого можешь не волноваться. Я умею себя контролировать. Как в прошлый раз? В прошлый раз не считается. Ох уж эта младшая сестра. Одни клубы на уме. Классно, мы тут всю ночь будем. Да, и коктейли бесплатные пить. Диус, Клод скоро будет. Клодин только что позвонила. Круто, пойду возьму коктейли. Нефера, привет. Привет, Клавдия. Что делаешь? Мои все ушли на целый день, а я в ванной расслабляюсь. Везет тебе, а я вся в делах. Может, встретимся? В кафе посидим. Я не могу. Мне нужно свои украшения разобрать. Понятно. Тогда в другой раз. Мне бы ее заботы. Может быть, мне тоже что-нибудь разобрать. Например, грязные вещи Хоулин. Или носки Клода. Нет, у меня выходной. Никаких грязных вещей. Целый день буду заниматься только собой. Ну все, нужно вылазить. Надо себя почаще баловать. Пойду на кухню кофе с пирожными кушать. Не поняла. Неужели дверь захлопнулась? Сколько раз просила Клода поменять замок в ванной. Теперь ее только с той стороны открыть можно. Ничего, сейчас я ему позвоню. Пусть приедет и спасет меня. Ну конечно, телефон разрядился. И как всегда, самый неподходящий момент. Что же делать? Может постучать к Гидре по батареям? И она меня выпустит? Что за грохот? Совсем обнаглели. По голове себе постучите. Не, не слышат. Вот невезуха. Похоже, придется весь день в ванной провести. Говорят, если долго в замкнутом пространстве находиться, то можно сойти с ума. Какой кошмар. И как назло, сразу есть и пить захотелось. Так, вода есть. Нужно посмотреть, что тут в ящиках. О, чипсы. Это Клодин их везде прячет. Ура, я с голоду не помру. Теперь сама буду продукты везде прятать на такой случай. Ну вот, чипсы закончились. Как медленно идет время. Эх, жалко нет интернета. Не знаю, чем и заняться. А чего так тихо? Где Клавдия? Клавдия, наверное, еще спит. Пойду ее поищу. В ее комнате пусто. Где же она? Там ванна закрыта. Неужели дверь опять захлопнулась? Бедненькая, всю ночь здесь просидела. Главное ее не будить. А то проснется и нам всем мало не покажется. Так, если что, я к Дьюсу ушел. Я к Дракулаури. Ааа, ну тогда я к Твале. Клодин, я же тебя просила закупить продукты для ужина. Извини, Клео, я тебе потом перезвоню. Клавдия, прости, совершенно вылетела из головы. Почему меня это не удивляет? Ну ладно, не ругайся, как-нибудь выкрутимся. Конечно, сейчас ты пойдешь в магазин и купишь все необходимое. Что? У меня другие планы. Весь вечер трындеть по телефону? Я жду продукты. Что? Все старшие сестры такие вредные. Везет, Клео. Нефера никогда не пошлет ее за продуктами. У них есть слуги. Вот бы мне так жить. Клео, ты не забыла, что сегодня вечером у нас прием. Будут очень важные гости. Что? Опять? Я с Дюсом договорилась пойти в кино. Придется тебе в кино в другой раз сходить. Ты принцесса и сегодня будешь выполнять свои обязанности и приветствовать гостей. Как мне это все надоело. Я хочу делать то, что мне нравится, а не то, что я обязана. Хочу быть свободной. Глупая. Все хотят жить так, как мы. Приведи себя в порядок и выходи встречать гостей. Везет, Клодин. Делает, что хочет. Клавдия не заставляет ее приветствовать гостей. Клавдия, приветствую тебя. Как поживаешь? Спасибо, Нефера. Все хорошо. Я рада тебя видеть. Как дела у Клодин? Клодин считает, что я применяю ее разными обязанностями и мечтает оказаться на месте Клео и жить во дворце. Правда? А Клео не хочет жить во дворце и хочет быть свободной. Клавдия, у меня идея. А давай предложим им поменяться на две недели местами. Пусть Клео поживет у вас, а Клодин у нас. Почему вы и нет? Давай, пусть получат то, что они хотят. Ну, наконец-то я почувствую себя свободной. От Неферы, от этикета, от обязанностей принцессы. Я смогу каждый день гулять с Дьюсом. Клео, рада, что ты будешь жить у нас две недели. Но раз вы с Клодин поменялись местами, то тебе нужно будет выполнять ее обязанности по дому. Хорошо, а какие у нее обязанности? Убирать в доме, покупать продукты и помогать мне на кухне. А что будут делать слуги? Ой, забыла, у вас же нет слух. Завтра после школы тебе нужно будет убрать в доме и помочь мне приготовить ужин. Хорошо. Я из принцессы превратилась в лужанку. И я чувствую, что у меня опять не будет времени встречаться с Дьюсом. Ну, наконец-то я поживу той жизнью, о которой мечтала. Я буду только приказывать, а все будут делать слуги. Я рада приветствовать тебя в нашем дворце. Спасибо. Теперь ты должна будешь выполнять обязанности Клео. Какие еще обязанности? Я думала, что буду только и делать, что ничего не делать. Каждый день после школы у тебя будут уроки королевского этикета, уроки танцев, уроки игры на арфе, а вечером нас часто посещают важные гости. Ты должна будешь приветствовать их и за столом вести себя подобающим образом. А когда я буду просто жить? Это и есть жизнь принцессы. Ты ведь всегда этого хотела. Ну, да, но... Ничего, Каладин, ты привыкнешь. Вот это я влипла. Не влипла, а попала в сложную ситуацию. Принцесса должна говорить правильно. Я постараюсь. Наконец-то я снова дома. Мой любимый шкаф, мой любимый стул, мой любимый столик. Каладин, если хочешь, я поговорю с Неферой, и мы продлим наш эксперимент еще на пару недель. Нет, я больше не хочу быть принцессой вместо Клео. Этикет, уроки танцев, приемы. Я не думала, что все будет так сложно. Я люблю мою семью и хочу быть прежней Каладин. Ну и отлично, тогда иди помоги мне готовить ужин. С удовольствием. Наконец-то я дома. Клео, сегодня вечером? Хорошо, сестренка, я все сделаю. Ушам своим не верю. Напиши в комментариях, а с кем бы ты хотела поменяться местами? Субтитры сделал DimaTorzok 此очай. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...